В Москве прошел Всероссийский фестиваль творческих открытий и инициатив «Леонардо». Это одна из главных площадок научной молодежи страны. Участники фестиваля – талантливые молодые люди, победители научных соревнований различного уровня. Среди них и наши славянские школьники. Тему продолжат мои коллеги. Даниил Федоренко и Александра Осипова – ученики лицея номер один. Приняли участие во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо», который прошел в марте этого года в Москве для младшей возрастной группы. Даниил представил научно-исследовательский проект, посвященный робототехнике. В ходе экспериментальной работы юный автор собрал мини-светлячков, которые вращаются и светятся. При фотографировании светлячков были получены интересные снимки в технике «Фризлайт» – световые рисунки. За свою исследовательскую работу он занял второе место на Всероссийском фестивале «Леонардо». Я подготовил и прикрепил зубные щетки. Затем я расположил батарейку и моторчик и соединил их вместе с помощью клипса-разъема. Красный провод к красному, а черный – к черному. Мой робот начал работать. Мой робот начал работать. Он способен быстрее ездить. А вот Александра Осипова свою исследовательскую работу посвятила знакомству с уникальными местами Краснодарского края и их обитателями. Особое внимание уделила растениям, которые нуждаются в защите людей. Мы побывали в поселке Большой Триш. Там растет можжевельник высокий. Можжевельник растет очень медленно, и он занесен в Красную книгу. Набрав немного плоды можжевельника, дома мы изготовили очень полезную, на память об этом замечательном месте, игрушку. Вывод – нельзя уничтожать можжевельник, делая из него симпатичные игрушки. Для этого можно брать плоды, которые в избытке лежат у нас под ногами. Также в фестивале в старшей возрастной группе приняла участие Мария Никифорова, ученица 9 класса школы номер 17. На конкурсе она защищала свой проект – создание задачника блога «Математический Славянск на Кубани». Яркой основой задачника блога стали задачи, озвученные главой Славянского района Романом Сенеговским. Задача непростая. Эйфелева башня в Париже высотой 300 метров, вес ее 8 тысяч тонн. Такая же копия стоит в Славянске на Кубани, высотой 7,5 метров. Внимание, вопрос. Сколько будет весить Эйфелева башня, которая находится в Славянске на Кубани? За свою работу Мария удостоилась диплома третьей степени. Мы создали задачник-сайт, посвященный городу Славянску на Кубани. Он называется «Математический Славянск на Кубани». Там мы придумали задачи по математике и адаптировали их под наш город. То есть там все о нашем городе и районе. Татьяна Гончарова – научный руководитель Марии. Говорит, успехов в этой работе им удалось добиться благодаря слаженной и командной работе. Ребенок очень заинтересован. Она всегда сама работает. И вечером мы с ней работаем. То есть мы переписываемся в интернете, подсматриваем друг у друга, что там, как, советуемся. То есть очень нам комфортно работать. Это самое главное, когда два человека, им комфортно друг с другом работать. В результате копилка достижений Славянского района пополнилась новыми победами талантливых и телеустремленных школьников нашего района. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События». Я тоже не знаю. Продолжение следует...